Друзья, привет! Мы продолжаем вести репортажи из деревни Министрансат. Я продолжаю готовиться к гонке и сегодня поговорим на тему медицины и на тему судовой аптечки, которую каждый из нас должен взять с собой для трансатлантического перехода в одиночку. Вообще про медицину, что я могу сказать? Мы все проходили тест, стресс-тест, мы все должны были сдать кардиограмму, чтобы быть вообще каким-то образом допущенными к гонке. То есть те, у кого результаты стресс-теста и кардиограммы были неудовлетворительными, вообще не могут выйти на дистанцию. Слава Богу, у меня все в порядке. И теперь моя задача собрать грамотную аптечку по списку, который нам предоставляет и разрабатывает Федерация Французской Апаратского Спорта специально для одиночников. По трем категориям гонок, категория С, Б и А, это длительность гонки и удаление от берега. Соответственно, сейчас мы пойдем по самой строгой категории, категория А, это океанские гонки. И требования действительно очень серьезные. Это аптечка на трех листах. Я уже все купила. Я уже провела инвентаризацию, уже вписала даты годности. И отметила по-русски, что все это значит, потому что это все французские лекарства. И вот этот вот лист я должна буду иметь со своей аптечкой. Это такой трек-лист. Плюс из документов у меня будет небольшой медицинский гид. Вот столько лекарств я должна с собой взять, уместить все это в сумочку. И знать, как я все это буду применять. Аптечку мы еще раз переберем вместе с доктором, чтобы проверить все ли на месте. Поэтому сейчас я все сложу в сумку, но не в том порядке, в котором я хочу иметь это на борту. А просто почти в случайном порядке. И расскажу о том, что мы имеем. Начну с самых тяжелых случаев. Понятно, что могут произойти серьезные травмы. И на этот случай может есть, естественно, жгут. У нас есть фиксирующие элементы. Это фиксатор для припереломок. Фиксатор для шеи. Коут-фак. Охлаждающие пакеты при травмах укладывать. И вот такой вот небольшой набор для маленькой хирургии. Здесь у меня есть скальпель, здесь у меня есть ножницы, здесь у меня есть перчатки. Дезинфектор гель, зеркало, два зеркала на случай, если придется себя резать. Надеюсь, что он придется. Ниток и иголок нету, потому что, наверное, они требуют социальных знаний. Но есть стеклер. То есть рану можно будет застеклерить. И есть инструмент, чтобы эти скрепки потом снять. Плюс к этому, естественно, у нас будет дезинфекция. Это жидкость дезинфицирующая. И огромное количество всяких разных перевязочных материалов и компрессоров. Все по списку. Бинты. Бинты такие специальные, не такие, как у нас в России продаются, не простенькие, а которые сами на себя фиксируются. Куча бинтов, куча пластырей, водозащищенные всякие бандажики. Маленький пластырь, тоже, который можно применять в воде. Вот они все. Дальше есть некая такая вещь, которая называется панцмент спрей. Панцмент спрей, который, типа, ты его наносишь на кожу, и он формирует покрытие. Тоже оно водозащищенное. На самый крайний случай есть кукол адреналина. Ну и дальше, наверное, вещи попроще. Так, это у нас самые компрессы. Кровоостанавливающие, естественно. Дальше антибиотики. На любой случай, всякие разные антибиотики принимать внутрь и антибиотики для дезинфекции, для применения на коже при травмах, порезах и всяких разных вещах. В вещах противоожоговые средства. Обезболивающие. Разные силы действия обязательно. Его достаточно много. То есть, предполагается, что если мы действительно столкнемся с серьезной ситуацией, с переломами, мы могли бы дотянуть до того момента, как придет помощь. Потому что в этой ситуации, кстати, в ситуации, если у нас будут медицинские проблемы, мы можем связаться с организаторами гонки через трекер, написать сообщение и попросить медицинскую консультацию. Вот. И при этом не быть дисквалифицированными. Вот. Дальше есть у нас всякие разные мази на любой случай жизни. Потому что в море, если произойдет какая-то физическая травма кожи, заживает все это очень плохо. Я все рассортировала так, как я считала нужным по назначению. Поэтому немножко не так, как сортируют французы. Но здесь у меня все, что связано с глазами и ушами, противоотитов и противооскорения глаз. Все, что связано с желудком, это слабительные, антигастритные и антидиорея. Противорвотные и против укачивания. Меня уже в последнее время эта проблема не рискакует. Но на случай серьезной погоды это может действительно оказаться очень важно. Будем играть в маленького дантиста. Есть такой дентопад. Это некий набор для скорой помощи. Как сам себе стоматолог, как его использовать, я не знаю. Но если придется использовать, видимо разберусь. На другого выхода не будет. Это какие-то тесты мочи. Сам себе медсестра. Маленький пакетик чисто для девочек. Полоскание рта на случай инфекции рта. И противоаллергическое. И когда, собственно, все это придется применить, последнее, что я сделала, это такое вот одеялко для выживания. Накроюсь и буду болеть. Ну что, мы готовы предъявить себе. Сложили все наши лекарства под непроницаемую сумочку. И пошли. Маленький пакетик. Маленький пакетик. Маленький пакетик. Продолжение следует... focused. Продолжение следует... Да. После того места To Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok